играть в майнкрафт великолепно интересно реиграбельно но играть в майнкрафт вместе с друзьями это просто бесценно всем привет друзьям это канал кубачевский меня зовут эндэндэна и в сегодняшнем видеоролике я расскажу вам о том как начать играть в майнкрафт по сети я вам расскажу о том как зайти на чужой сервер как играть только с друзьями и даже о том как создать свой собственный сервер значит смотрите видео внимательно используйте тайм-коды чтобы найти нужное для себя и досматривайте видео до конца и да в случае возникновения каких-либо вопросов задайте их в комментарии под видео ну и естественно ставьте лайки подписывайтесь на канал и прожимаете колокольчик чтобы не пропускать наши видео и чтобы стать частью нашего дружного сообщества кубачевский вообще вам будет куда проще начать играть на чьих-то серверах или проектах где вам предлагают уже все готовое и вам нужно просто зайти и начать играть а в идеале вам нужно начать играть на проекте курампа но об этом немного позже ведь я уверен что вы зашли сюда затем чтобы узнать как подключиться к вашему другу ну или наоборот чтобы он подключился к вам итак первый вариант будет играть в майнкрафт через локальную сеть кстати о минусах этого способа и расскажу в конце объяснения для этого вам потребуется использовать одну из программ эмуляторов локальной сети и обычный майнкрафт и кстати если вы используете пиратскую версию майнкрафта то вам будет необходимо решить проблему недопустимой сессии о том как ее решить у нас на канале уже есть видеоролик и сейчас ссылка на него появилась справа сверху в аннотациях либо же она есть в описании под видео смотрите внимательно не упускайте никаких пунктов и у вас все получится значит программы эмуляторы это хамачи либо радмин думаю хамачи многие слышали эти две программы выполняют одну и ту же функцию но по слухам радмин имеет меньшую задержку по интернету в общем скачивайте на свое усмотрение какую хотите но к слову обе программы и бесплатные но в них будет необходимо провести простую регистрацию ссылки на программы будут в описании под видео после регистрации вам будет необходимо создать свою локальную сеть задав ей имя и пароль после вы скидываете эти данные другу и он к ним подключается через такую же программу отлично теперь вы находите подобный набор цифр он обычно называется как ай пиви 4 и копируете его вставлять его в переписку с другом но не отправляете теперь мы переходим к майнкрафту заходим на одну и ту же версию с другом и создаем наш мир нажимаем escape и тут видим кнопочку открыть мир для сети настраиваем и нажимаем ok у нас в чате появилось сообщение с открытым сервером и указанным портом обычно это 45 цифр мы их запоминаем и идем в переписку с нашим другом и после цифр которые мы копировали до этого ставим двоеточие и после двоеточие вписываем цифры которые мы запомнили замечательно теперь наш друг может скопировать этот полный ip адрес и ставить в майнкрафт и он сможет подключиться кстати если вы используете радмин то вдруг сможет подключиться даже без введения этих данных у него просто в сетевой игре появится локальная сеть с вашим миром и да с модами вы также сможете играть без проблем просто будьте внимательны и на их версии и их количество то есть ваши сборки должны быть полностью идентичны если говорить о минусах данного варианта то во первых это максимальная вмещаемость и локальной сети 8 игроков а если говорить о хамачи то максимально 5 человек ну хотя в принципе и 5 человек вполне хватает так что за минус это можно и не читать далее это плохая оптимизация сервера так как сервер берет ресурсы выделенные вашим клиентам кстати здесь я вам могу посоветовать если вы являетесь хостом то вам следует выделять больше оперативной памяти вашему клиенту отсюда же вытекает еще одна проблема это большая нагрузка на компьютер то есть если вы являетесь хостом то ваш компьютер ну не хило так загружен от майнкрафта ну и напоследок это невозможность настроить ваш сервер майнкрафта ну как бы да ты можешь указать некоторые команды с помощью game rule но ни о чем серьезном речи как бы хитита и не может то есть здесь можно играть с теми кому ты доверяешь следующий вариант это создание собственного консольного сервера это почти то же самое что используют сервера и крупные проекты да и создание данного сервера это уже не такая простая задача в этом нужно же что-то понимать разбираться но кого это заинтересует то я сделаю отдельный видеоролик где расскажу о том как создать данный сервер обо всем расскажу и объясню если видео уже вышло то ссылка на него появится справа сверху в аннотациях в принципе данный сервер тоже отлично подходит для игры с друзьями и с его возможностями мы даже можем отлично разнообразить геймплей сделав его еще интересней что же дает нам данный сервер во первых это более широкие возможности его настройки то есть с помощью установленных плагинов мы можем настроить те же самые права игроков сделав модераторов админов и все в этом духе также те же самые плагины добавляют много всего интересного можно немного побаловаться и сделать что-то крутое далее данный сервер является отдельным процессом который потребляет свое количество оперативной памяти отсюда же у нас вытекает неплохая оптимизация то есть сервер будет работать более стабильно и у нас будет больше возможностей творить всякую ерунду в то же время вам будет необходимо запустить данный сервер с вашим клиентом майнкрафта то есть ресурсов от вашего компьютера потребуется чуть больше но это все зависит от таких факторов как количество игроков версии майнкрафта и нагрузки от плагинов и модов то есть на более стабильной версии майнкрафта при низком онлайне вам в принципе хватит около 6 гигабайт оперативной памяти на вашем компьютере и значит как же создать данный сервер все создание происходит при помощи обычного блокнота и ядра сервера вы просто вписываете специальную команду в блокнот чтобы она запустила ядро сервера да да то есть процесс создания сервера я вам сейчас расписывать не буду все это я сделаю в отдельном видео и еще раз повторю что сейчас она появится справа сверху в аннотациях третий вариант аренда выделенного сервера включая вариант аренды бесплатного сервера если говорить об аренде платного сервера то к этому варианту скорее прибегают случаях когда у вас появилось серьезное желание создать свой сервер на котором вы планируете пустить много игроков хотя если вам денег не жалко то почему бы не арендовать сервер для игры с вашим другом и что же вы получаете при аренде данного сервера вы получаете сервер стоящий на виртуальной машине который похож на ваш компьютер но работающий круглосуточно то есть в любое время суток вы и ваш друг либо кто-либо еще может на него без проблем зайти отсюда же вытекает отсутствие на ваш компьютер то есть грузить вам нужно будет только майнкрафт далее это удобная и понятная настройка сервера и зачастую наличие техподдержки которая поможет вам случае чего кстати если вы арендуете данные сервера то не стесняйтесь и в случае проблемы обязательно пишите в техподдержку данного хостинга ведь вы платите им деньги и они должны вам ответить и помочь с вашей проблемой из минусов могу отметить что данный вариант стоит денег и не исключены варианты когда вы потеряете доступ к своему серверу то есть это вполне реальные компьютеры и у них могут также случиться неполадки те же самые дудос атаки ну или что-нибудь еще ну и вариант бесплатной аренды сервера скажу лишь о том что раз уж хостинг предоставляется бесплатный то вероятно качество услуг будет довольно низкая ну и чтобы его получить нужно будет выполнить какие-либо условия наподобие ожидания очереди либо что-то такое но в принципе для игры с другом или друзьями данный вариант может себе сойти многие его используют и отзываются о днем довольно неплохо кстати говоря многие кто использует аренду серверов что платную что бесплатную писали нам в описании под видео о том что они столкнулись с проблемой недопустимой сессии они пытались решить на уровне ламчера но вся проблема была именно в сервере то есть в настройках сервера есть параметр онлайн мод и его значение по дефолту стоит на true что значит что вы не можете зайти в майнкрафт через пиратскую версию и чтобы это исправить вам всего лишь нужно поменять значение true назначение false и все заработает ну и последний вариант на сегодня это начать играть на чьих либо серверах и проектах то есть если вы зайдете на подобные сервер или проект вы будете играть на том что создали другие люди создали по своему усмотрению настроили собрали моды и где-то даже настроили свои правила с одной стороны вам не нужно будет заморачиваться все вроде бы уже готовы вам нужно лишь зайти и играть с другой стороны вас обделяют свободой по тем что вас обделяют свободой я имею ввиду какие-то запреты правила и что-то подобное начать играть вместе с друзьями на подобных серверах и проектах будет довольно нетрудно вам лишь нужно будет следовать указаниям которые дают вам их создателям то есть что-то наподобие регистрации скачивание лаунчера либо обычной копирование айпи как здесь начать играть в случае сервером вам будет необходимо найти айпи под конкретную версию майнкрафта обычно поиск выполняется в каких-то группах либо на сайте мониторинга ну и все просто берем айпи вставляем в сетевую игру и заходим на сервер в случае же с проектом вам будет необходимо найти интересующий вас проект то есть есть множество проектов со своими серверами со своими сборками на разную направленность и уже после выбора вам будет необходимо следовать указаниям создателя то есть зарегистрироваться скачать лаунчер и после начать играть на интересующим вас сервере ну и ваши друзья проделают то же самое и вы уже там как-то встретитесь боже мой друзья просто хочу на этом уже закончить я сижу уже в течение пары часов записываю эту запись я сижу в душной комнате и просто изрядно устал я все это переслушиваю понимаю что там многовато я воды налил хоть и старался говорить все как-то по делу но что-то меня перекосило но я все же это с монтажу ладушки я не думаю что кто-то досмотрит видео до конца так что просто попрощаюсь да но все же не забывайте да лайки подписку колокольчик всем до скорого